Здравствуйте, дорогие друзья! 17 августа по стране вновь прокатилась серия акций протеста. Сегодня мы узнаем мнение людей, можно ли с помощью протестов чего-то добиться в нашей стране. Этот вопрос мы зададим в провинциальном городе Гуково участникам местного митинга, а также обычным прохожим на улице. Это Глаз Народа. Вот те вклады пенсионные, которые человек платит всю свою сознательную жизнь. Он же выплачивает государство, да? Он умирает, эти деньги же не передают родственникам. Эти деньги растворяются в небытие. Чистые выборы за власть закона и социальные права граждан. Что первый канал, второй канал. Что Украина. Все за Украину. А у нас... Как вы думаете, вот митингами что-то можно на нашей стране решить? Думаю, что да. Но все зависит от чистоты и количества людей, которые приходят. Ну, как видите, по сегодняшнему... Количество людей, что не очень сознательные наши граждане. Ну, у нас городок небольшой. А вот как вы думаете, вот в Москве тоже сейчас проходят акции протеста. Нужно им продолжать это делать? Конечно, нужно. Конечно, нужно. Что вы ожидаете от этих акций? Лучше что-нибудь изменится в лучшую сторону нашей стране. Это обязательно. Если не проводите акции протеста, то, в принципе, ничего не изменится с места. Так и будут все думать, что народ согласен с этим. И все эти правильные реформы, которые нам твердят телевидение, средства массовой информации, а также правительство и чиновники разных стран. Поэтому я считаю, чем больше акций протеста и разных партий, не обязательно только КПРЛ. Акциями протеста можно что-то в нашей стране решить или что-то изменить? Думаю, да. Только если все люди объединятся и найдут общую цель. А вот скажите, вот в Москве сейчас тоже проходят акции протеста. А как вот к ним относитесь? Положительно. Смогут они дойти до конца, как вы думаете? Я думаю, да. Это дает определенный толчок. Здравствуйте. Скажите, митингами можно что-то в нашей стране решить? Как вы думаете? Пока только ими, митингами. А другие варианты? Другие варианты, видишь, что делают? Подавляют они. Даже митингами мирными ничего не добиваются. А что делать-то, если митингами не добьемся? Да хрен его знает, что делать. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что митингами в нашей стране можно чего-то добиться? Нет. А что делать? Это такая система. Против нее не попрешь. И оно у нас выработано все так, как задумала наша система. И никакими митингами мы ничего не сделаем. Честно сказать, взять вилы и идти с вилами. Нет, мы ничего не добьемся. Но останавливаться не надо. Надо москвичей поддерживать. И не то что, а по всем регионам. А можно ли в нашей стране что-то решить митингами? Мне кажется, можно. Если они будут постоянными, то такие москвичи будут. Можно. А вот вы слышали, в Москве сейчас проходят массовые акции протеста. Что бы вы пожелали москвичам? Им нужно останавливаться или идти до конца? Да, наверное, уже идти так идти. Ну что же, начал, закончил. Закончил. Но добьются они чего-то своими... Не знаю. Как будут митинговать? А мне жизнь нравится. Мне Путин нравится. Мне все нравится. Какая сейчас идет жизнь, мне нравится. Устраивать помощь. А что делать тем, кому не нравится? Пусть не митингуют, бастуют, я не знаю, что там борются с чем-то. Выбирать правильного президента. А как еще? Пожалуйста, вот у нас сейчас по всей стране проходят массовые акции протеста. Как вы думаете, можно ли протестами что-то изменить в лучшую сторону? По-моему, у нас нет. А что делать? Не знаю. Терпеть? Нет, терпеть не. Уже дальше некуда терпеть. Куда же терпеть? Стране конец просто-напросто. Чем дальше, тем хуже. Тем более извращенные и беспринципные, и просто недостойные люди будут управлять эту страну. Так что это бесполезно. Что нам делать? Что нам делать? Главное не мешать вот этим людям, которые разваливают страну. Чем дольше они будут разваливать, чем больше они будут власти, тем быстрее до людей дойдет, кто именно у нас у власти. Какие люди недостойные. И когда уже будет невозможно просто под этим управлением жить, тогда, значит, сменится. А вот сейчас в Москве вышло, в прошлые выходные вышло больше 50 тысяч человек. Как вы думаете, чего-то добьются они? Ну, если их тоже поддержит большинство, я думаю, наверное, что-то можно добиться. Наверное, услышали. То, что вот вышли мы, постояли, поорали, и на этом все и закончилось. От этого, то, что мы выйдем по ИРУ, ничего от этого не изменится. Так что же делать-то? Я сказал бы чуть-чуть. Ну, просто-напросто, а я до дома не дойду. А как власти дать понять, что она неправильно поступает? Ну, она не слышит нас, я думаю, народ. Ну, чтобы вам, пенсионерам, лучше жилось, чтобы вам пенсии поднять. А вот как ее услышать? В стране-то денег, деньги есть. Ну, в стране золотой запас какой. А по телевизору... Самые большие яхты наши покупают Абрамовичи, Дерибаски. А по телевизору для больных детей людей собирают деньги, когда можно поднять налоги на богатых. И повернуть эти налоги, чтобы лечить этих детей. Как вы считаете, можно ли с помощью митингов, акций протеста что-то решить в нашей стране? Ну, я думаю, да. А как? Ну, с помощью митингов, я не знаю. Ну, вот люди выходят, а ничего не меняется, что делать? Надо стараться делать, не сидеть. А что делать, если ничего не меняется? Ну, почему не меняется? Ну, меняется, но медленно. Лучшая сторона? Да. А вот у нас в городе много предприятий открылось за последние годы? А у нас их закрывают. Зачем нам открывать? У нас вообще в городе что-нибудь делает, администрация? Ничего не делает. А тут катаются на машинах, что ждать? Подождите, вы сказали, что у нас в лучшую сторону все меняется. В стране, но не в нашем городе. А, то есть в других городах все хорошо, да? Да. Никто ни во что не верит, все смотрит в интернете, читает. Давай, собирайтесь. Вас повяжут, вас арестуют, вас штрафуют и все такое. Все боятся. Но если мы объединимся, я надеюсь, мы победим. Что вы москвичам пожелаете? Вот там тоже сейчас. Победа. Нужно им останавливаться? Нет. Идти до конца? Идти до конца. Сейчас от Москвы проходят многотысячные акции, протесты. Что вы им пожелаете? Терпение добивать своего. Нужно москвичам идти до конца? Услышат. Однозначно. Однозначно, да. Нужно продолжать борьбу? Обязательно. Борьба всегда приводит лучше. Дорогие друзья, хотелось бы обратить внимание, как реагируют на протесты власти цивилизованных стран. К примеру, во Франции после массовых демонстраций желтых жилетов, причиной которых стало повышение налогов на топливо, глава правительства Эдуард Филипп заявил, что никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации. И налоги были сразу заморожены. А вдобавок, минимальную оплату труда в стране подняли еще на сотню евро. Может поэтому дома французских чиновников намного скромнее, чем виллы их российских коллег? Кстати, там же, во Франции. Дорогие друзья, мы ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на наш канал Аврора. До скорой встречи!